Микс Ньюс Добрый день! Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком и в эфире программа «Зеленая лампа» программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать Ведут ее сегодня Ольга Авдевич Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Евгений Копеин и гостья сегодня у нас в студии оперная певица Анастасия Лебедянцева Здравствуйте! Она солистка, сразу двух опер и латвийская, и литовская, и мэтс-сопрано И мы сегодня говорим с Анастасией о музыке о любви, обо всем хорошем что помогает нам жить Настя очень добрый душевный и очень красивый во всех смыслах человек Смотрите нашу трансляцию камера направлена на Настю Нам прям приятно сидеть напротив и смотреть Как солнце у нас пришло в студию Для начала, вы знаете, позвольте нам, пожалуйста, сказать об итогах Мы сегодня помогаем семье с двумя маленькими детками, где трехлетняя Катерина и совсем маленький Рагнар помогаем маме собрать деньги на лечение и просто на то, чтобы они могли выжить в сегодняшней ситуации И на специальную двойную коляску Да, коляску Оба ребенка с диагнозом мама одна и у нее на руках двое вот таких особенных, очень проблемных очень тяжелых детей И для того, чтобы эта мама просто ну как держала себя в руках ей сейчас очень-очень необходима поддержка И вот мы сегодня включаем для них для этой семьи зеленую лампу и наш благотворительный телефон 93006384 Как всегда евро 42 цента за звоночек И сразу хотим сказать огромное спасибо за прошлую неделю за то, что такое огромное количество людей подключилось Мы даже немножко вот в легком шоке в хорошем смысле в хорошем шоке потому что в прошлый вторник мы просили вашей помощи для того, чтобы собрать деньги на лечение маленькому совсем мальчику ему полтора годика это Александр его зовут и вот мама Мадора обратилась за помощью Александру нужно было на реабилитацию сумму около четырех тысяч эта сумма была собрана буквально за два дня это беспрецедентно просто потрясающе Напомним, что гостем студии у нас была жена Михаила Николаевича Задорнова Елена и был очень душевный эфир и откликнулись и коллеги Мадора и знакомые и незнакомые и друзья и друзья Михаила Николаевича Задорнова вот всем вам огромное спасибо к чему мы так говорим что когда мы сегодня узнали окончательные итоги мы просто совсем в шоке озвучим вам сумму было собрано 10 604 евро 1620 звонков было сделано и на счет перечислили деньги 232 человека этой суммы хватит Мадоре и маленькому Александру не только на этот год но и на следующий потому что реабилитация ему так важна и так нужна что каждый вложенный сегодня евро в здоровье этого мальчика это просто будущее развитие его успешное будущее развитие а сейчас у нас на связи мама маленького Александра Мадора добрый день здравствуйте Мадора ну мы вот очень радуемся тут узнали итоги вы знаете уже какую сумму собрали для вас люди там мне смс прислали примерно с примерной суммой которая это сумма 10 604 евро да и мне если честно очень трудно поверить не поверить а просто осознать что да вот так случается да случается у нас очень отзывчивые и очень хорошие люди вот это тоже и мы специально вам позвонили чтобы вы могли что-то сказать вот нашим радиослушателям и тем кто помогал да в принципе я очень много думала о том что сказать но сказать я могу и лишь то что очень 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 большое спасибо просто от сердца и от всей души за то что за добротой которую люди проявили звоняя или перечисляя эти деньги просто за все добро которое они получили очень-очень очень-очень большое спасибо это очень-очень много для нас значит и ну что ему все будет все хорошо мы хотим мы понимаем что вы волнуетесь и мы хотим чтобы вы эту поддержку ощущали более 2000 человек участвовали вот в судьбе вашего маленького сына и мы да это малыш и мы желаем от всего сердца от имени всех-всех наших радиослушателей читателей и всех кто помогал желаем здоровья Мадера а вам сил и терпения спасибо вам да у нас у нас появилась не то что надежда но просто такое немножко более светлое будущее что можем спокойнее дышать да что есть есть возможности которые у нас теперь есть что мы мы действительно ему дадим самое-самое важное и самое нужное именно сейчас и на следующем году и после следующего года ну вот и мы вместе с фондом Be Open который все это тоже поддерживает и организовывает мы желаем вам здоровья и сил терпения и счастья спасибо очень-очень-очень еще большое спасибо всем-всем-всем ну вот так трогательно да это очень мама конечно мадера и грустно а с другой стороны вот какие-то маленькие радости хорошо что люди помогают да потому что когда мы 10 дней назад перед программой приехали для того чтобы познакомиться и сделать этот сюжет мама была очень грустная и придавленная вот этой суммой которая и нет этой суммы да нужно обязательно ребенку давать это лечение а в семье еще 5-летняя девочка взрослая ну старшая сестричка хорошая здоровая вот и конечно мадера работать не может потому что она полностью 24 часа в сутки занята ребенком работала она раньше в издательстве и не верила что буквально за несколько дней вот эта проблема может быть решена так что спасибо всем огромное спасибо всем миром мы что-то можем сделать что-то изменить судьбу какого-то одного хотя бы человека лучшему А Настя у нас не случайная абсолютно не случайная по тематике программы гостя потому что она занимается добрыми делами благотворительностью думает об этом и как информационный повод у нас сегодня это ваш концерт который состоится 1 ноября расскажите нам пожалуйста о нем подробнее да это уже получается третий концерт который я буду давать церкви Святого Павла на Деглова 1 вместе с Еленой Приваловой Эпштейн которую вы хорошо знаете органный концерт и ваше исполнение да органный второй концерт вот предыдущий был с Табет Маттер мы пели с коллективом с четырьмя музыкантами и первый концерт когда я с ним только познакомилась как раз был Органна и Апелла Арии известная духовная в этот раз мы исполним русские романсы и среди них будут как классические романсы академические Рахманинова Чайковского Римского Корсакова так и романсы из кинофильмов а напоследок я скажу например мой самый любимый романс с утра с утра туманная но это так на десерт мы оставим вообще опять второй раз я буду сталкиваться с этой музыкальной эклектикой когда совершенно непривычный инструмент для аккомпанемента орган я честно говоря не представляю вообще как это будет со стороны будет прекрасно заходите 1 ноября будет здорово до сколько начало в 7 часов вечера 7 часов вечера это в знакомой хорошо нам всем церкви Церкви Павла где очень часто проходят благотворительные органы во-первых постоянно проходят программы четверг и воскресенье она устраивает концерт каждую неделю и плюс еще уже несколько раз Елена Привалова Эпштейн наша органистка известная она организовала благотворительные концерты поддержку героев зеленой лампы и мы собирали очень хорошие суммы денег и потом эти деньги естественно шли на лечение и вот сейчас сегодня Елена нам позвонила и сказала что она вот для семьи о которой сегодня мы рассказываем для маленьких Катерины и Рагнера тоже думает что хорошо было бы организовать какой-то красивый концерт обязательно обязательно потому что сумма на двоих малышей и вот на эту специальную коляску на курс лечения и уход годовая сумма на двоих 6300 евро достаточно такая ну приличная серьезная сумма и поэтому конечно очень хорошо если получится организовать благотворительный концерт но всех пригласим Настя у вас есть диск вы записали диск русских романцев да это был диск записанный в студии Антекс в которой я работаю в сотрудничестве с Анатолием Хвойницким это сын очень известного композитора советского Владимира Хвойницкого творчество которого я тоже исполняю люблю это потрясающие романсы которые знаменитые певцы исполняли актеры как Магомаев например вот кого я сразу сейчас помню мы записали этот диск три года назад и это был подарок дедушке и бабушке на 55 лет свадьбы ой подождите на 50 по-моему это золотая свадьба на золотую да на 50 на 50 лет а как они как они это они были счастливы конечно потому что теперь в машине можно все время я же уехала от них и конечно бабушке тяжело особенно потому что она всегда была моей самой большой слушательницей и теперь у нее есть возможность все время слушать а какие романсы вы отобрали по какому принципу по принципу который нравится им конечно это вот утро туманное а напоследок я скажу мой один из любимых романцев не уходи побудь со мной романс как раз Владимира Хваницкого Заворожи такой малоизвестный ну вот не такой раскрученный может быть но не менее красивый и еще там был один романс я сейчас вот к сожалению забыла у меня с вами все что-то не очень иногда бывает ну зато сколько вы помните 7 романсов нот и слой это слово итальянских немецких латышских каких только нет дорогие друзья мы напоминаем что телефон 9306384 евро 42 цента за звоночек работает сегодня для малышей Кати и Рагнера Платманисов и мы о них начали уже рассказывать рассказываем еще подробнее а к Анастасии такой вопрос вот вы как раз из тех людей как мы знаем у которых судьба неожиданно сделала как вы говорите разворот вираж или разворот на 180 градусов и поменялась жизнь да как это было почему и не жалеете ли вы об этом я абсолютно не жалею вообще вот с того момента как я сюда приехала это случилось уже практически 6,5 лет назад ну откуда тогда расскажите случилось дело так я собиралась я училась закончила школу в шестом году пошла в институт культуры на пиар-менеджера в культуре в Москве да в Москве и параллельно я с 5 лет уже занималась музыкой и где-то вот после музыкальной школы начала заниматься вокалом где-то был по-моему двина нет подождите третий или второй год по-моему где-то так уже я сейчас не припомню и собиралась поступать в консерваторию после училища академического колледжа грезила у меня была вот одна только цель все консерватория и честно говоря не знала кому хочу туда идти потому что очень важно певцу выбрать хорошего педагога и вот в 10-м году когда был жуткий смог в Москве мы уехали с семьей в Литву и к нам приехал туда в гости погостить такой Авер Боровков наверняка знаете это юрист это близкий друг нашей семьи моего дедушки и он как-то за обедом совершенно случайно меня спросил а вот кем ты хочешь быть вообще на кого учишься какие планы я рассказала что мечтаю пойти в консерваторию и он так совершенно так неожиданно друг а я знаком с Аней Тегаранчей с профессором ну и конечно для меня это имя естественно я его знала я знала что ее дочь певица знаменитая знак судьбы да это был знак судьбы я тогда подумала почему бы мне не попробовать к ней хотя бы просто прийти на мастер-класс и он для меня его устроил он ее очень просил она к сожалению уже в тот момент болела и приехала очень долго он ее уговаривал уговорил все-таки я к ней приехала позанималась с ней буквально это был десятый год два у меня было занятия я влюбилась в нее абсолютно как в педагога как в человека и все и с этого момента я поняла что я не хочу в консерваторию я хочу канити гаранчи в класс и так и получилось в 12-м году я уехала сюда но правда училась я не у нее в классе а у Криши Аниса Норвелеса у ее студента бывшего но к ней ходила на мастер-классы и занималась постоянно она мне очень много дала она меня познакомила с Джаггерсом Андрейсом Джаггерсом уважаемым директором бывшим оперы латвийской и так закрутилась и попала в театр на втором курсе Керубина у меня был дебют а как вы попали в Литву-то? а в Литву я попала после бакалавра я поехала туда попробовать там поучиться потому что знаю что там хорошая школа попала туда на магистра поступила и тоже вот опять тоже случился человек в моей жизни который тоже поменял немножко путь мой потому что я изначально выбрала другого педагога с которым у меня немножко не сошлось по технике и вот Илза Спранцман и такая замечательная есть менеджер у нас по солистам в опере в Латвии вот она меня вывела на Ирену Мелковичу-то у нее я собственно и закончила и по сей день занимаюсь а как вот одновременно быть солисткой двух опер? а вы знаете одновременно нет нет одновременности я в Латвии вот пока не пою на данный момент а в Литве у меня только в декабре седьмого дебют вот будет я выхожу будет Орловский из опереты летучая мышь вы прекрасно вот это литовская постановка двенадцатого года премьера вот удивительно я только приехала в Латвию а уже там была премьера этой постановки то есть мы можем просто отсюда поехать конечно на премьеру в Вильнюс седьмого восьмого у меня будет два спектакля там декабря и потом в январе месяце будет подряд три спектакля с семнадцатого девятнадцатого и двадцать второго а Сузуки я уже буду исполнять это уже работа посерьезней и будет дирижировать маэстро Мартина Сташкус который как раз вот тоже по-своему тоже поменял мой путь он в меня поверил когда мы делали дипломную постановку Фальстафа я там исполняла Квикли я была единственной Квикли и очень старалась у меня сначала не получалось там очень сложный материал нотный очень трудный вот смотрите как получается когда у человека есть мечта то ему встречаются и знаки я в это верю абсолютно да что когда ты занимаешься работаешь и веришь что самое главное судьба и вселенная как угодно как кому лучше больше нравится называть притягивает людей к тебе потому что если ты не веришь и ничего не делаешь то конечно не придут эти люди ну это во всех сферах ты не готов просто к этому видимо так же как и в нашей программе когда человек находит себе силы обратиться за помощью мы знаем как это сложно надо через себя переступить и ему навстречу откликаются какие-то люди какие-то силы что-то что-то сдвигается с места о том что мечты сбываются это не случайная фраза в вашей жизни и для нас тоже мы поговорим в следующей части программы оставайтесь пожалуйста с нами сейчас мы напоминаем что телефон наш традиционный 9-3-0-6-3-8-4 телефон зеленой лампы всю неделю до следующего вторника до 30 октября будет работать в помощь семье где живет мама Инесса и двое маленьких совсем маленьких детей трехлетняя Катя и маленький совсем полуторагодовалый Рагнарс Рагнарс это такое странное имя это не русское не латышское это скандинавское имя мальчик когда начались у мамы преждевременные роды скорая не успела доехать и прямо в комнате папа вынужден был принимать эти роды и очень мужественный этот был малыш и когда он родился они посмотрели на него он белокурый с голубыми глазами абсолютно скандинавского такого типа и сильный как викинг и они назвали его в честь героя сериала про викингов поэтому он у нас Рагнар и девочка Катя 930-6384 оставайтесь пожалуйста с нами мы продолжаем программу зеленая лампа и напоминаем что сегодня у нас в гостях оперная певица Анастасия Лебедянцева а помогаем мы сегодня собрать деньги на лечение и на очень необходимую коляску двойную для двух совсем маленьких деток для Кати и Рагнарса Платманисов и помогаем их маме и Нессе и вот сейчас мы дозвонились маме не дозвонились пытаемся дозвониться маме чтобы спросить задать ей вопрос да и спросить о том что она хочет какой она видит свою жизнь в дальнейшем да о чем она мечтает а вы знаете это очень трогательная такая история и это очень сильная героическая мама она вот если на нее посмотреть она такая хрупкая маленькая совсем и непонятно как как она нам говорят что есть связь вот с нашей замечательной мамой с Иносе Иносе добрый день здравствуйте вы слушаете нас мы рассказываем про вас вы знаете нет пока что не слушаю потом в интернете послушаю поскольку нет сейчас возможности такой вы знаете у Иносе на руках двое малышей за которыми очень сложно и присматривать и ухаживать там и вопросы здоровья и вопросы замедленного развития и аутический спектр и все это на хрупких плечах мамы ей приходится очень сложно почитать историю у нас на сайте вплоть до того что у нее даже нет возможности иногда добраться до врача чтобы выписать рецепт себе на очень необходимое лекарство просто потому что детей не с кем оставить и при этом нас поразило Иносе нас поразило то что вы строите планы на будущее то что вы мечтаете то что у вас есть намерение то что вы видите впереди себя какие-то конкретные поступательные шаги вот расскажите что для себя вы хотели бы в будущем учиться очень-очень хочется учиться очень хочется помогать таким детям таким мамам как я хочется быть не просто как бы няней а няней которой может довериться мама особого ребенка быть спокойна и какое-то время уделить себе потому что это безумно важно то что для людей естественно для семей которые в таком положении как мы это просто эксклюзив даже спокойно покушать даже спокойно пойти помыться это эксклюзив и вот хотелось бы как-то самой получить квалификацию чтобы я могла помогать конечно в планах на будущее на очень далекое будущее чтобы это я могла бы делать как на благотворительных основах но вот ближайшее это конечно получить нужные знания и вы сказали что вы бы хотели пройти курс под названием педагогика любви да есть такой вы знаете да это тот курс который помог мне самой потому что при аутизме есть два подхода это как бы аботерапия которая почему-то у нас проходит довольно-таки жестко я это восприняла как такую такое ломание ребенка есть милость и баспедагодия то бишь ты прислушиваешься ты присматриваешься ты наблюдаешь и ты стараешься по-хорошему Инесса я придерживаюсь этой методики достигла результатов Инесса мы вам желаем сил желаем чтобы все получилось мы хотим очень вам помочь огромное количество людей сейчас нас слушает и гости сегодня в студии у нас очень замечательная это оперная певица Анастасия Лебедянцева она что-то хочет вам сказать тоже я вам желаю конечно здоровья желаю вам сил и чтобы вы верили в то что все будет хорошо и как бы сложно не было все равно вот этот свет и желание жить и желание радоваться чтобы никогда вас не покидало и ходите на концерты приходите как вот любая возможность появится приходите обязательно в церковь святого Павла и организаторы благотворительных концертов в церкви святого Павла вот в частности Елена Привалова Эпштейн предложила организовать благотворительный концерт и дополнительно собрать средства для Кати и Рагнера и вот Анастасия вот горячо поддержала петь русские романсы и что-то еще и может быть арик всего хорошего вам мы еще будем с вами на связи до свидания до свидания вот очень хочется чтобы у этой семьи немножечко так как-то немножко им стало полегче и наладилось телефон 9306384 евро 42 цента работает помощь маленьким малышам этим совсем Кате и Рагнеру Платманисам и их маме и Нессе в основном маме мама одна и двое особенных детей на руках двое особенных детей а на сайте MixNews.lv есть рубрика зеленая лампа на фейсбуке тоже есть рубрика зеленая лампа группа и там очень подробно эта история и на русском и на латышском языке написана с фотографиями можете прочитать посмотреть и найти ссылочку если кто-то хочет помочь более там детально есть ссылочка на счет который открыт фондом благотворительным фондом Be Open там можно заплатить карточкой можно просто перевести деньги подробные инструкции там есть спасибо всем кто не проходит мимо вот мы говорили о мечтах сейчас об особенных детях также хочется продолжить вот буквально в это воскресенье я сидела в жюри имела честь судить деток юношей подростков на конкурсе мечты сбываются в Даугавпилсе да с таким названием и там среди выступающих были ребята из детского дома который находится в Даугавпилсе называется в Халкуне да там все о нем знают и выступали трое ребят вот на колясках такие потрясающие мальчики очень светлые очень хорошо кстати пели что кстати ну они настолько вот меня поразило насколько вот в них и понимание того что они поют иногда вот дети могут заниматься годами да и не быть скажем с ограниченными возможностями но при этом не петь так хорошо как пели ребята мне они очень понравились им огромное количество подарков подарили я как от себя предложила приехать с мастер-классом может быть даже не с одним как у нас получится посмотрим к ним туда к ним туда вместе с Лерой Штейн который также музыкальный педагог певица и мы вот решили с ними скооперироваться и приехать показать им техники и дыхание и всякие игры провести интересные групповые потому что в моей методике как раз все это присутствует я как с группами работаю так и индивидуально и через игру через движение через анализ и вот хотим съездить помочь им скрасить жизнь для любого ребенка это было бы счастьем но для вот таких детей это вообще просто особенно и подарили там гитару они-то просто не один мальчик там расплакался даже я вот посмотрела и подумала какое счастье все-таки вот в мелочах находить любить жизнь ценить ее за то что тебе дается если у вас получится Настя действительно организовать вот эти мастер-классы просто вы будете человеком который может быть изменит чью-то жизнь повлияет обязательно а мы напишем обязательно сразу сердце начинает разрываться скажите кто были люди которые в вашей жизни сыграли какую-то особенную роль ну вот в моей жизни первым номером конечно идут мои родители дедушка бабушка и мама бабушка отвечавшая за музыку всегда дедушка который всегда со мной занимался спортом ходил мама как общее такое развитие человеческое и дедушка как раз вот тоже с благотворительностью связан среди его огромного количества объектов которые он построил также вот был детский дом в Кондрово в Калужской области семейный где семьи мы могли жить то есть вы с детства знали об этом да конечно мне все это всегда рассказывалось и на моей семье вообще вот обсудить поговорить это всегда было и надеюсь будет и вот этот детский дом они потом своей фирмой очень долго много лет вели курировали и также вот немножко к музыкальной жизни дедушка восстанавливал усадьбу Рахманинова в Тамбове в Тамбовской области вот и там такая была забавная история он мне рассказывал как они делали открытие и пришли люди местные жители среди них очень много было пожилых людей и там была одна очень-очень старенькая бабушка такая я не знаю он говорит наверное под 100 лет ей было и она помнила Рахманинова самого великого композитора Сергея Васильевича вот через одну рукопожатие да и она там рассказала как вот когда она была маленькой девочкой вот говорила вот барин подходил и говорил кто с голой попой съедет по ледяной горке тому пятачок и я съезжала и вот такая связь времен получилась дедушка всегда эту историю рассказывает счастливый дедушка он кстати тоже мне как-то с музыкой это все не случайно тоже пошло он начинал с самодеятельности в институте но потом все-таки ушел в строительство и не жалеет об этом потому что для сцены нужно мне кажется очень многое отдать и это надо ну как сказать правильно что он ушел все-таки строить хотя КВН он стоил у истоков КВН и с Александром Масляковым близко знаком это тоже повлияло на него помогло ему может быть как-то раскрепоститься ну вот у вас есть своя методика обучения музыке детей и взрослых как вы сказали тоже да а в чем она заключается и почему вот важно чтобы дети с детства понимали и как-то вот вникали в музыку важно потому что сейчас такой мир к сожалению мир технологий мир интернета когда совершенно как-то отстранили на дальней на второй план книги живопись искусства и родителям зачастую из-за того что они очень много работают просто некогда даже здесь иметь поговорить просто о культуре открыть альбом как вот мой дедушка со мной делал он открывал альбом по воскресеньям Третьяковской галерии мы сидели просто обсуждали картины и это так хорошо помню вот с этого наверное началась моя любовь к живописи и это то что я использую тоже как такую технику со своими учениками иногда кстати одно из заданий таких интересных даю им какое-то классическое произведение послушать и параллельно прошу чтобы они слушая произведение рисовали красками или карандашами как они чувствуют эту музыку чтобы они были более внимательны и как они что они рисуют очень по-разному у меня даже был такой момент две девочки одного возраста я дала им послушать Лебединое озеро знаменитый отрывок из балета и они абсолютно по-разному одна в темных тонах нарисовала картину другая в светлых вот это очень развивают такие вещи я не делаю разницы между детьми и взрослыми я со всеми работаю через анализ через игру через движение Настя а вот вы компоновали создавали специальную программу русские романсы записывали диск подбирали специальный набор или комплект для бабушки и дедушки а вот на ваш взгляд а в чем феномен вот этого русского романса потому что это считается такое особенное даже как социокультурное явление да даже говорят что только русские могут их правильно исполнять как ключик даже к загадке русской души мне кажется что как раз русской душе и кроется этот феномен что столько такая колоссальная как сказать духовная связь времен которые в композиторах и вот это ощущение вот этой русскости я даже не знаю как это не могу подобрать слова такая любовь к родине зачастую вот даже у того же Рахманинова тоска по родине в эмиграции когда он уехал вот это все отражается вот это какая-то такая светлая тоска светлая грусть переворачивающую душу переворачивающую душу да и вот иностранцы к сожалению я никого еще не слышала кто бы хорошо исполнял на мой взгляд вот так проникновенно а вот в вашем репертуаре произведения разных музыкальных эпох представленных от барокко до там 20 века современные и латышские композиторы известные плакедис я очень покойна и местные кантаты вы исполняете и арии оперные а какая эпоха вам ближе музыкальная и почему наверное все-таки я очень люблю Генделя я очень люблю барочные арии с органом особенно вот и получилось наверное да мечты сбываются хотя и наверное вот барокко и романтизм романтизм как-то классицизм ну наверное просто я не знаю может что-то поменяется с возрастом пока что наверное вот мне вообще очень нравится грустное грустные произведения минорные такая печальная лирика печальная музыка не знаю как-то вот поплакать мы напоминаем дорогие радиослушатели что 1 ноября вечер русских романсов который будет исполнять наши гости он будет проходить в церкви святого Павла на улице до глава 1 да на улице до глава 1 приходите обязательно это благотворительный концерт тоже да по-моему да под за пожертвование под свободный за пожертвование там будет стоять такой ящичек и может каждый прийти и приобщиться к великой музыке прекрасному к великой музыке напоминаем что мы сегодня помогаем семье в которой двое маленьких детей двое малышей Катя и Рагнер помогаем собрать деньги на лечение на двойную коляску без которой эта мама просто не может выйти с ними на улицу потому что ей надо как-то их упаковать двоих в эту коляску они аутичного спектра дети из сложного диагноза он не ходит то есть ему сейчас год 8 месяцев и первоначально сказали что просто это будет лежачий ребенок никаких надежд но он ползает он двигается при поддержке встает на ножки мама много занимается это очень важно но пока он не стоит поэтому нужна такая особая специальная коляска но она должна быть легкая потому что видели бы в эту маму она такая хрупкая маленькая совсем зачастую вот эти болезни которые у деток к сожалению проявляются довольно часто они положительный исход зависит от любви родителя от того как они им занимаются потому что сколько вот я довольно часто смотрю передачи вот из российской жизни сколько таких детей которых могли бы спасти родители могла бы спасти любовь и они брошенные потому что запущенные совершенно никому не нужны это конечно страшно здесь есть такой совершенно объяснимый момент все наши программы посвящены детям родители которых просто очень самоотверженно борются переступают через себя просят помощи и делают все для того чтобы открыть официальный счет в благотворительном фонде это нужно в общем-то быть тоже менеджером хорошим нужно собрать массу документов нужно медицинских направлений заключить договора получить всяческие подтверждения выставлять счета это все очень жестко проверяется там очень сложно потому что сейчас очень много мошенников к сожалению на этом деле все должно быть прозрачно и поэтому благотворительный фонд прежде чем открыть проект проверяет очень досконально все и мы тоже едем в семью о которой рассказываем мы с ними знакомимся и конечно же это именно такие родители которые герои которые самоотверженные которые очень как сказать я бы даже сказала даже вот как-то интеллектуально очень одаренные потому что нужно столько информации перелопатить и изучить и в интернете и на английском языке и посмотреть законы знать обязательно юридическую составляющую то есть это как раз то есть мы помогаем как раз тем родителям которым эта помощь ну ну очень нужна и они получив ее просто конвертируют ее действительно в очень хороший прогресс здоровье своих деток спасибо всем огромное еще раз говорим те кто не проходит мимо и те кто участвует в судьбе этих деток Настя а если мы говорим о доброте о благотворительности даже диплом вы писали благотворительность видела на прям на рельсах коробку с котятами кто-то так вот очень жестоко поступил оставил вот она спрыгнула на рельс забрала эту коробку позвонила нам и мы весь день стояли на речном вокзале в метро и раздавали умоляли просто в руки отдавали этих котят конечно без всяких денег естественно тут это даже речи не шло и всех раздали котят и с этого момента как-то у меня вот я стала помогать животным животным и пожилым людям тоже особенно то есть вот то ощущение когда вот вы раздали да было счастье потому что ну я вообще для меня это больная тема больной вопрос я очень святотрепенно к этому отношусь я не понимаю как можно бросить беззащитных животных людей беззащитных детей для меня это просто я хотела бы в будущем конечно этим заниматься уже на таком более широком уровне чтобы привлекать именно внимание людей и для меня большая честь что вы меня пригласили и я могу сказать свое мнение вот на широкую аудиторию высказаться сказать что важно помогать важно поддерживать особенно когда совсем никак у человека никакой поддержки нету спасибо вам за то что вы пришли к нам спасибо и вот Инесса мама малышей о которых мы сегодня рассказываем тоже вот она интересно там вечно сказала она говорит я знаю конечно очень тяжело бывает так тяжело одной ну вообще да конечно люди помогают которые рядом но нет родственников рядом никаких а как так интересно ну так получилось и конечно не по ее там вине так получилось но она сказала такую интересную вещь что я знаю что дается не дается испытания не по силам да то есть должны быть силы какие-то но иногда просто руки опускаются и когда ты слышишь и видишь что тебе помогают люди да что кто-то откликается вот незнакомые совершенно люди как сейчас у нас происходит да в нашей программе незнакомые люди то это дает тоже силы жить человеку еще знаете трогательная деталь вот Настя рассказала про котят а когда мы пришли к ним в гости у нее еще песик маленький такой песик вот и собачке 5 лет а Кате старшей девочке 3 года 3,5 да и мы говорим ну значит эта собака у вас была еще до вот детей до всей этой истории сложной с этими болезнями она говорит да это вот первый ребенок и она тоже его практически спасла потому что он был отбракованный мы так смеялись и его да судьба там незавидно ждала и она где-то в интернете увидела эту информацию поехала забрала его долго выхаживала лечила он был очень такой она говорит мне позвонили говорит ей сказали приезжай забирай она говорит когда я его увидела он такой несуразный был кстати никто его не возьмет она его спасла практически и теперь еще эта коляска он сейчас она этих детей по очереди упаковывает Катя она гиперактивная девочка с аутизмом она непредсказуемая это вулкан то есть дети с аутизмом это очень тяжелая психологическая история и вот и эта собачка еще прыгает в эту коляску и еще она идет в магазин и как-то там еще потом с этими пакетами то есть почему вот нужна коляска какой-то специальной конструкции мальчик который вот особенный у него двигатель двигатель опорно-двигательная система тоже не развита вот поэтому мы очень просим вашей помощи 6500 евро на год можно собрать постараться собрать нам для этой семьи и им будет значительно легче телефон 9300 6384 работать сегодня для них ну вот мы заканчиваем программу Анастасия спасибо вам еще раз большое такие интересные вещи рассказывали и что-то не знаю скажите нам нашим радиослушателям пожелайте я вообще преклоняюсь перед таким людьми как вы и всеми кто помогает и кто вообще освещает и делает подобные проекты и на широкую общественность я очень мне всегда приятно потому что это конечно большое дело когда вокруг нет никакой поддержки есть люди которые это самоотверженно делают и побольше бы таких людей и фонд Be Open занимается этой семьей и другими семьями с которыми мы сейчас сотрудничаем спасибо им тоже но мы всегда в таких случаях говорим что ни один человек ни два ни три не могут ничего сделать если не поддерживает большое количество людей каждый человек который не видим сейчас он набирает берет телефон набирает этот номер делает звоночек и пошел себе по своим делам а доброе дело какое-то запущенное оно пошло летать соединяясь с другими там делами вот это очень важно чувствовать это вот просто в нашей стране ну нам кажется очень хорошо развито пусть люди продолжают делать добрые дела потому что тогда мир может быть изменится так что дорогие радиослушатели если в данный момент вы слушаете нашу программу это не случайно это такой мостик который соединяет вас в данную минуту конкретно с очень хорошей мамой которой очень нужна наша помощь поддержка и даже просто какая-то добрая мысль которую мы можем где-то передать и послать спасибо вам за вашу отзывчивость еще раз всем кто откликнулся на сюжет прошлой недели всего вам доброго и до следующего вторника до свидания